Делать это нужно в течение минут десяти. Если у вас нет десяти минут, у вас нет жизни. Как правило, еще до восхода солнца я посвящаю себя чему-то гораздо большему, чем я. Я даже не могу вам передать, какую силу я обретаю, начиная свой день упорядоченно, не идя на поводу собственных отговорок. Хочешь быть счастлив? Занимайся жизнью, а не только бизнесом. Привет, я Иван Кармайкл, и этот канал был создан, чтобы помочь вам преодолеть препятствие номер один в вашей жизни – недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, в вас есть нечто большее – талант уровня Майкла Джордана. И сегодня мы узнаем, как изменить свою утреннюю рутину так, чтобы начать свой день с успеха. Желаю вам приятного просмотра. И совет номер один от Опры Винфри – медитируй. Как правило, еще до восхода солнца я посвящаю свое время чему-то гораздо большему, чем я. Хоть на 10 минут, на одну минуту или на 20 секунд, обязательно каждое утро, я прихожу в эту комнату. Тут у меня небольшое пространство для медитации. Здесь находятся мои духовные книги, здесь я зажигаю свечи, читаю, наполняюсь, открываюсь бесконечной духовной энергией и выражаю настрой. Всегда пребывать в этом потоке любви, выходя во внешний мир. Совет номер два от Тони Роббинса – выполняй самонастройку. Совет номер три от Мел Роббинс – начни свой день с контроля. Вы обязаны разработать утреннюю рутину, которую вы будете соблюдать каждый день или хотя бы большую часть дней. И которая позволит вам контролировать себя и контролировать свой день. Это то, что делаю я, и я даже не могу вам передать, какую силу я обретаю, начиная свой день упорядоченно, не идя на поводу собственных отговорок. Первое и главное – просыпайтесь вовремя. Как только прозвонил будильник – поднимайте свой зад с кровати. 5-4-3-2-1, подъем. Почему это так важно для настойчивости? Потому что первое решение, которое вы принимаете за день – это решение подняться и начать действовать. И это значит, что вы способны настойчиво преодолевать собственные отмазки. Настойчиво преодолевать собственную лень. Настойчиво преодолевать чувства, которые обычно вас останавливают. Вторая вещь, которую я советую вам делать – перед тем, как проверять свою почту, проверять свои сообщения, проверять новости, Ютуб, смотреть обувь и шмотки, скролить ленту на Фейсбуке, перед тем, как вы взяли в руки этот чертов телефон, прошу вас, прошу, прошу, определите для себя две приоритетных вещи на этот день. Две вещи, которые важны для вас. Это может быть накопление денег и уверенность. Что именно для вас сейчас в приоритете? Или это активный вклад в свою деятельность на работе, или это изменение отношения к своему супругу, или своим детям, или партнеру, в отношениях, с которым вы состоите. Или это, черт возьми, поход в тренажерный зал, в который вы обещали себе ходить. Какими бы ни были эти два ваших приоритета, определите их для себя до того, как взяли в руки телефон. Почему? Причина в настойчивости. Причина в том, что я хочу, чтобы ваш день прошел хорошо. Знаете, что делает день плохим? Плохим день делает отсрочка на будильнике, поздний подъем, начало дня с новостями из СМИ и постами о чужой жизни, и мыслями, о боже, а они сейчас на отдыхе. Как они классно выглядят. Их друзья такие модные, они такие обеспеченные. Если вы начинаете свой день с этого дерьма, да никогда у вас не будет хороших дней. Просто поверьте. Вы должны начинать свой день с подъема вовремя, с определения своих приоритетов и последующей работы над ними. Не прикасайтесь к телефону до тех пор, пока не сделали двух этих вещей. На мой взгляд, самая главная причина, почему у людей бывают плохие дни, заключается в том, что они начинают день с оглядки на других и на то, кто что делает. Вместо того, чтобы оттачивать фокус и дисциплину. Чтобы начинать свой день с самоконтроля и со своих приоритетов. Хотите бонусный совет? Занимайтесь спортом каждый день. Просыпайтесь вовремя, определяйте свои приоритеты и занимайтесь спортом. Будете делать эти три вещи, и каждый день вы будете в ударе. Совет номер четыре от Ричарда Брэнсона. Занимайтесь спортом. А ты не считаешь, что так много добился в бизнесе, в том числе, потому что ты так много внимания уделяешь своему телу и ведешь активный образ жизни? Сто процентов. Я думаю, что если ты можешь уделить в день час или два себе и своему телу, то ты сможешь быть продуктивнее на пять-шесть часов дольше на этот день. Все мы знаем, что когда позволяем себе лениться, то и не стоит ждать особых результатов. И одна из причин, по которой мы основали клуб здоровья, с которым мы посещаем крупнейшие города мира, заключается в моей страсти. Потому что я считаю очень важным помогать людям сохранять здоровье. Совет номер пять от Дэвида Гоггинса. Побеждай в войне против себя. Какова твоя утренняя рутина? Первое, что я делаю утром, я бегаю. Каждый день. Я не пропустил ни одного дня с 2016 года. Хорошо. Так что я встаю, бегаю, четыре дня в неделю я также хожу в зал. И каждый, каждый вечер в течение пяти с половиной лет я обязательно выполняю растяжку в течение как минимум двух часов. Это была самая мощная часть в книге. Каждый вечер. Когда тебе тяжело в физическом, психическом, духовном плане, тебе обязательно нужно отложить все дела и выделить себе время, чтобы побыть в тишине и восстановиться. Восстановление очень важно. Особенно во всем, что касается психики и тела. Это мое время. Никаких звонков, никаких имейлов. Мир не существует. Потому что я должен быть готов к завтрашнему дню. Дать раскрыться своему телу. В книге об этом глубже рассказывается. В книге это просто потрясающий момент. Наше тело слишком зажимается. Мы через многое проходим. И что происходит? Этот стресс сдавливает наши поясничные мышцы. Мышцы спины, бедер. Внезапно у тебя начинает болеть спина и ты не понимаешь почему. Все дело в напряжении. Ты постоянно загружен и напряжен. И совет номер пять от Дуэна Джонсона, заключительный перед бонусным видео. Вставай рано. В четыре часа утра я встаю, выпиваю кофе. В четыре часа утра. В четыре. Но это, кстати, магический час. Еще никто не проснулся, никто тебя не беспокоит и ты можешь сфокусироваться на том, что тебе нужно сделать. Там, разослать письма по e-mail и подобные вещи. В четыре тридцать, четыре сорок пять я начинаю выполнять кардионагрузки. Я прихожу сюда, открываю дверь гаража, за окном все еще темно, так что тут только я и всякие ведьмины делишки, творящиеся в лесу. И я бегаю. Затем я завтракаю, а затем около часа выполняю силовую тренировку в зале. Потом иду на съемки. И сколько часов ты тренируешься? Для всех парней, которые считают, не, это невозможно для меня. Сколько часов кардио и силовых нагрузок ты делаешь в день? Кардио, силовые нагрузки, растяжка, все это примерно занимает час сорок пять. Так что, все не так страшно. Не так страшно. И все это не за один раз. Должно быть, ты очень следишь за диетой. Даже больше, чем за тренировками, как мы убедились на кухне. Диеты – это все. И главное здесь найти баланс. То есть, всего понемногу. Да, углеводы – наши друзья. Далее вас ждет бонусное видео, думаю, вам понравится. Но перед этим мой вопрос дня. Что вас больше всего зацепило в этом видео и как вы планируете внедрить это в свою жизнь уже на следующей неделе? Когда вы вдохновились чем-то, то ваш шанс реально сделать что-то составляет 35%, но если вы вдохновились и создали план действий, то шанс, что вы реально это выполните, составляет 90%, а когда вы делитесь им с другими, ваши шансы возрастают до 95%. И я хочу, чтобы так было у вас. Помните, мы здесь не просто смотрим видео, мы действуем. Так что я хочу узнать, что вы вынесли из этого видео и ваш план действий на следующую неделю. Оставляйте комментарий внизу, потому что я хочу видеть вас. Во сколько вы, как правило, встаете утром? Я встаю примерно в 7, но ложусь я поздно, около часа ночи. И вы начинаете день с нормального завтрака или просто выпиваете кофе или стакан воды? По-разному бывает. Я считаю, что полноценный завтрак отличная штука. Но у меня не всегда есть на него время. Иногда его мне кто-то готовит. Но в основном, завтраков у меня не бывает. И я просто пью кофе. И Марс съедаете? Да, Марс точно. На самом деле, я стараюсь ограничивать сладкое. И, честно говоря, я бы очень хотел, чтобы на завтрак у меня был омлет или что-то подобное. Это было бы правильно. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА